Приветствую вас! Давайте я попробую сперва дать небольшую вводную информацию, да? Значит, есть ребёнок, у ребёнка есть биологический отец, с которым у вас, матери ребёнка, очень плохие отношения. То есть, именно у вас, у вас плохие отношения с отцом ребёнка. Значит, судом назначено время, значит, свидания с ребёнком. Вот. Но отец приезжает гораздо реже. То есть, видится он с ребёнком гораздо реже. Вот. И, соответственно, из-за этого ребёнок не успевает привыкнуть к отцу. Ну вот, как вы говорите, он не успевает привыкнуть к отцу. И, соответственно, из-за этого, когда отец приезжает, берёт его на руки, то возникает стрессовая ситуация для ребёнка. Вот, ребёнок плачет, ребёнок, значит, хочет к вам, ребёнок боится и так далее. Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, основная проблема заключается в том, что, значит, у вас с отцом, у вас с отцом, плохие отношения. Вот. И, соответственно, ребёнок этот чувствует, что у вас с отцом плохие отношения. И, вполне вероятно, что она боится не самого отца, а того, что интеллективно чувствует, что напрягаетесь вы. Таким образом, исходя из того, что я предлагаю, вам рекомендуется сперва наладить отношения именно с отцом. Так, чтобы хотя бы ребёнок, да, не, значит, ну, не пугался, не боялся и так далее. Вот. То есть, чтобы он чувствовал себя комфортно. То есть, как-то придите с отцом ребёнка к некому консенсусу. Понимаете? Чтобы ребёнок не чувствовал себя напряжённым. Вот. Это первое. Второе. Естественно, что прикосновения малознакомого человека её напрягают. Это... Понятно, что напрягаюсь. Вот. Но... Если вы будете рядом, если вы будете вместе, вот, то ребёнок бояться так сильно не будет. То есть, здесь главное создать условия для комфортного существования ребёнка в этой среде, в этой ситуации. Понимаете? Вот. И я полагаю, что если вы будете проводить время вместе с отцом, да, хотя бы вот, ну, на время его визитов, то, соответственно, ребёнку будет проще привыкнуть к тому, что происходит и проще привыкнуть к отцу своему. Ну вот. Конечно, для этого требуется компромисс, для этого требуется выяснение отношений, для этого требуется разбой обид, которые у вас, ну, друг к другу, вероятно, остались. Вот. И которые мешают вам взаимодействовать адекватно друг с другом. Вот. Тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, это единственный выход, потому что, ну, как вы правильно сказали, насчёт отцу запретить взаимодействовать с ребёнком вы не можете и не имеете права. Вот. Ну, а тот, кто приезжает так, как приезжает, это, в принципе, вы тоже особо поменять не в силах. Вот. И поэтому придётся иметь дело с тем, что есть. А есть вот именно совместное времяпровождение, чтобы ребёнок чувствовал вас рядом. Вот. Для этого, конечно, нужно спокойно поговорить с отцом, для этого нужно постараться спокойно ему это объяснить. Вот. Если он этого не понимает, то вы вправе, опять же, обратиться в суд для выяснения вопроса нанесения вреда вашему ребёнку. То есть если отец не пойдёт навстречу. То есть он может приходить тогда, когда хочет, да, но он, как минимум, должен прислушиваться к тому, что говорите вы по поводу ребёнка. Вот. Если он не прислушивается, то я полагаю, что его действия подпадают под ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое также может быть наказуемо законом. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос в целом. Что касается ситуации с поведением ребёнка, что она тянет к вам руки и так далее, и смотрит жалостовыми глазами, то у них, конечно, есть очень двоякая ситуация. То есть, с одной стороны, если вы ребёнка спасаете, и не позволяете ему самому адаптироваться в этой ситуации и увидеть, что ничего страшного не происходит, вы, конечно, формируете у него негативные аспекты поведения. С другой стороны, если ребёнок очень сильно перешла, это самое главное. Если ему действительно есть чего бояться, то нивелировать эту угрозу нужно. И здесь я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, насколько реальна угроза, которую, ну, для ребёнка, насколько она действительно для него реальна. Вот. И так ли она опасна. Это угроза для него. И, собственно, понимаете, вот, в детстве очень важно не прикнуть палку именно со спасением ребёнка. Потому что, спасая ребёнка, вы лишаете его возможности самому справляться с ситуацией, а значит, приучаете его к тому, что рядом будет постоянно кто-то, кто его спасёт. А в жизни так будет не всегда. То есть вы можете быть рядом и, значит, поглаживать его, говорить спокойно-спокойно, ничего страшного не происходит, это всего лишь папа, это всего лишь как бы он тебе ничего не сделает. Вот, ребёнок находится на руках у отца, а вы как бы рядом гладите ребёнка и успокаиваете его. Вот. Чтобы ребёнок видел, что вы мама, и вы как бы, как бы не видите ничего опасного в том, что происходит. Вот. Это, опять же, требует кооперированных действий, для которых нужны хорошие отношения между вами. Вот. Я понимаю, что это сложно, и поэтому предлагаю вам, если вы действительно хотите проблему решить, значит, ну поработать над отношениями с бывшим мужем, потому что... или просто с отцом ребёнком, с отцом ребёнка. Вот. Значит. Так. Секунду. Биологический отец, которого она не знает, а моё отношение с ним сильно испорчено. Ну то есть это не муж, это просто отец биологический. А вот. Значит, с отцом, с биологическим отцом ваши отношения нужно наладить. И делать это нужно вам. Хотя бы ради своего ребёнка. В этом нужно вам помочь, конечно же. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.